В пришкольных лагерях Краснодарского края летом 2022 года отдохнут около 90 тысяч детей. 950 лагерей дневного пребывания распахнут свои двери в школах Краснодарского края. Есть среди них и лагеря нашего муниципалитета. Подробности в следующем материале выпуска. Ребят ждет насыщенная программа летнего отдыха. Такой формат интересен детям и удобен для родителей. И этими возможностями многие пользуются. Школьный лагерь дневного пребывания обладает своими весомыми достоинствами. Мы побывали в таком лагере в шестой школе. В нем не дают скучать учащимся. Каждый день ребята охотно идут в школу, зная, что тут их ждут друзья и новые интересные мероприятия. Ребята наши выезжают различные экскурсии. Конечно, самый излюбленный это Северный парк. Детям очень нравится. Также у нас запланировано огромное количество экскурсий. Музей наш, Лавянский, музей природы, краеведческий, картинная галерея. Нас приглашает библиотека, городская, поселенческая библиотека. Часто мы посещаем кинотеатры. Дети наши любят. Ну вот поедем завтра к кинотеатру Кубань. Конную школу посещаем. Также у нас запланированы экскурсии в город Краснодар, музей такая массовая. Ну и да, стараемся, конечно, проводить огромное количество мероприятий, которые детям интересны. В лагере дневного пребывания можно отлично совместить приятное с полезным. Почитать, поиграть, пообщаться. Добрые, а нередко и незабываемые воспоминания остаются у детей после такого лагеря. Здесь у меня много друзей. Я разукрашиваю, играю, гуляю, ездим по паркам, ходим на мультфильмы, и делаю зарядку по утрам, с вами руками. Мы еще проходим тесты, нас задают вопросы, мы на них отвечаем. Ребята дружат с физкультурой. День начинается с зарядки, после которой детвора с новыми силами принимаются за веселые игры, участвуют в различных мероприятиях. Ребята в лагере совсем не скучают, им здесь очень нравится. Мне здесь нравится потому, что мы здесь много чем занимаемся. Каждый день куда-то ездим. В Северный парк, в наш парк, в музеи какие-то, на мультики, в кино. Кормят нас здесь вкусно. Мы делаем поделки много. Старшеклассники в школьном лагере труда и отдыха имеют возможности и чтобы отдохнуть, и поработать на благо своей школы. Как известно, труд, он облагораживает человека. У нас при школе имеется участок приусадебный, где мы работаем. Ребята высадили там кабачки, облагораживают почву. У нас в школе шикарные полисадники красивые, за которыми, естественно, тоже нужно ухаживать. И все это делают ребята. Лагерь труда и отдыха предусмотрен не только для труда. Здесь ребята также и отдыхают, завтракают, обедают, занимаемся зарядкой. У нас день расписан по минутам. В общем, и скучать нам не приходится. Ребятам приятно, что они наводят порядок в школе. Это им надолго запомнится. В лагере труда и отдыха я первый раз. Здесь мне очень нравится. Мы заботимся о школе. Недавно посадили кабачки, ухаживаем за ними. Наводим порядок на клумбах школы. После того, как мы поработали, мы уходим с воспитателем играть. В спортивные игры, например, волейбол, баскетбол и так далее. Летняя пора в разгаре. И это время нужно использовать для полноценного детского отдыха. В лагере дневного пребывания школы постарались использовать все ее ресурсы. В программе отдыха есть новые направления. Делается все возможное, чтобы школьники хорошо отдохнули и набрались сил к новому учебному году. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». 6 7 8 20 21 20